Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге Анатолия Соколова, восставший из пепла, поэты Первой мировой войны. Сегодня я хочу познакомить вас генерал-майором русской армии, лейтенантом испанского иностранного легиона, представителем литераторов русской эмиграции Первой мировой войны Шинкаренко Николай Сейволдович. Окончил Михайловское артиллерийское училище в 1910 году, служил в уссурийском конно-горном дивизионе, потом был переведен в 12-й Уландский благородский полк, ну и так далее, и так далее. Жизнь военного, это постоянные какие-то разъезды, переводы. Участвовал добровольцем в болгарской армии в войне против Турции, служил в артиллерии, был награжден орденом за храбрость, за отличия при осаде Андреанополя. Первая мировая, командир стрелкового дивизиона 12-й кавалерийской дивизии, подполковник в конце войны. Добровольческую армию прибыл одним из первых в ноябре 17-го года, участвовал в обороне Ростова, а в 18-м году был тяжело ранен, заменил пулеметчика в бронепоезде при боях в Улх, Научеркасске. По представлению генерала Врангеля, полковник сводногорской дивизии. В первых числах июня кавказская армия генерала Врангеля потерпела неудачу, во время которого сводногорская дивизия понесла большие потери в командном составе. И генерал Врангель назначил Шинкаренко командующим этой дивизией. Там проявил себя, разгромил Орловскую группу 10-й Красной Армии, отбросил за Дубровку, то есть ликвидировал нависшую надцарицному угрозу. В Крыму шла реорганизация вооруженных сил в юге России. Генерал Врангель произвел полковника Шинкаренко в генерал-майора, назначил его командиром отдельной конной бригады. И бригада Шинкаренко отличилась в боях 12-17 августа 2020 года в Сирогоз и в Северной Таврии. Награжден орденом святого Николая, назначен командиром туземной горской дивизии. В 1920 году эвакуировался из Крыма, сначала был в Сербии, потом в Германии и с конца 1920-х во Франции, в Ницце, где в общем и занимался литературным трудом. В 1936 году отправился в Испанию, но явившись в штаб генерала Франко, отказался от своих корреспондентских полномочий и записался рядовым добровольцем. Отличился в боях на Северном фронте, был ранен в 1937 году при штурме Пенни-Диамотто, произведен в лейтенанты. На стороне франкистов сражались более 120 русских белым мигрантов, из которых 34 погибли. Участвовал в наступлении на Аргонском фронте, потом проживал в Сан-Себастьяне, где продолжал свою литературную деятельность. Нелепая смерть. В 1968 году погиб под колесами грузовика, похоронен на местном кладбище. Кстати, по предположению, именно Шинкаренко мог стать прототипом полковника Найтурса из романа Михаила Булгакова «Белая гвардия». Ну вот так кратенько о Шинкаренко. Книги и публикации Николая Всеволодовича, литературный псевдоним Николай Белогорский. Марсова маска. В Берлине в 1924 году издана «Тринадцать щепок крушения», «Чудо Альказара», «Кинта». И в Мадриде в 1964 году публиковал практически свою последнюю книгу под названием «Вчера», которая посвящена трагической судьбе русского офицерства. Романа Белогородского – это художественное произведение, где документальное точное описание соседствует с вымыслом, о чем сам автор предупреждает читателя. Кстати, в эмиграции он критиковал руководство, основанное Врангельем Русского общественного союза, и утверждал, что руководители эмиграции живут только прошлым. Вот такой белый офицер. Ну а теперь я бы хотел почитать немножко его работу. И вот маленький отрывок, написанный Белогорским, Шанкаревым в журнале «Часовой». Мы, русские офицеры, познали это все. И всей кровью своей мы ощущаем. Каждый биение пульса, восстание испанских братьев, иностранный регион, туземные марокканские войска. У Корнилова на Петербург шла кавказская туземная дивизия. Боже, сделай, чтобы кончилось не так, как тогда у Корнилова, не так, как на Дону и на Кубани, не так, как в нашей Белой Сибири, не так, как в нашему Крыму. Боже, пошли и мучайся не ту, на которую ты, Господи, осудил нас. Боже, сражение, позволь, чтобы теперь победили наконец-то, кто пошел сражаться за твою правду, твою веру. И пусть будет снова победный старый боевой клич, звучавший в стольких сражениях с Сан-Ягой, Испания. Париж, Белокурский, 12 августа 1936 года. Первое стихотворение называется «На смерть Калейдина». Уходил в небесные эскиты из царства неправды один. Без войск, без победы, без свиты, войсковой атаман Калейдин. Вокруг гроба плакали свечи, недвижим лежал атаман. Не нужны прощальные речи, в них был бы затаенный обман. Порошилась снегом дорога, дети шли в бою умирать. Над городом билась тревога и рыдала, не зная, чья мать. На Дону распяли свободу, и спас атаман только честь. Ушел к Чернецовскому взводу, чтобы жалобу Богу принести. Но в волнах церковного звона вошел атаман у вас след. Под ножью Божьего трона весь венок гелицийских побед. Такое стихотворение. Ну и вот стихотворение, которое посвящено генералу Урангелю. Два штандарта в вашем тесном кабинете. В сонных складках шелка память славных дат. Помните, лежес на конном стилизованном портрете, вам теперь осталась любовь из раненых солдат? Вы ходить любили быстрыми шагами, но теперь так много заповедных черт. Палубу тюрьмы так много раз измерили вы сами. Ваш Корнилов был куда просторней, он ушел в безер. Помните ли ночь кострами над Червленой? Божьи звезды в небе, звездами ракет, площадь и собор. Привет царицинской толпы влюбленной, в дни побед вы все-таки такой же, как теперь аскет. Помните, дни мая, выход наш из Крыма, как за поездом бежали казаки, а теперь мечта архистратига скрылась в клубах дыма за чужой неласковой оградой русские полки. Ваши казаки под стражи сенегальцев и корниловцы в тоскливых лагерях. Но с тех пор, как ваша армия лишь армия скитальцев, даже русский ветер скован. И не смеет дуть в степях. И в тот скорбный миг, когда вас победили, Вашей родиной окрепли кандалы, И свобода умерла в тот час, Когда морские мили начали считать, Вы глядя на соленые валы. Как я жду, что в вашей армии у вас кресло Конница пойдет удилами звеня, Вы оставите каюту и привинченные кресла. В поле так весеннее сядет и вы снова на коня, А пока штандарты в вашем кабинете спят, И не проснулась память славных дат. И живет лишь жест на конном стилизованном портрете. Вам осталась лишь любовь из раненых солдат. Да, такое серьезное створение Священное генералу в ранге. Ну, в общем, вот такая судьба у человека. Рассказал немножко о Шинкаренко Николаевсе, Без какой-либо идеологической подоплеки. Человека с непростой судьбой. Ну, вот и все. Всем пока, всем привет, до свидания. Это была маленькая выдержка из книги Анатолия Соколова, Поставшие из пекла по этой Первой мировой войне. Все, всем пока-пока, до свидания.